Добрый день, уважаемые коллеги! В нашем университете, в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Академика Павлова создана мультидисциплинарная группа врачей. И мне, как доктору-рентгенологу, как лучевому диагносту, прежде всего доктора-специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением заболеваний слюных желез, задают такие вопросы, как выявление изменений в структуре слюных желез, оценка характеристик новообразований, в первую очередь, при их наличии, оценка местной распространенности новопластического процесса, а также оценка секундарного поражения. Кроме того, после проведения лечения врачей-специалистов интересует оценка динамики после химии лучевой терапии и после проведения оперативного лечения оценка радикальности оперативного лечения. В спектре методов диагностического обследования пациентов с заболеваниями больших слюных желез лучевая диагностика занимает очень большой пул. В первую очередь, это, конечно же, классические рентгенографические исследования слюных желез, радионуклидные методы, ультразвуковые методы, компьютерная томография, которая относится как конусно-лучевая компьютерная томография, так и мультиспиральная компьютерная томография. Ну и сейчас все больше и больше занимает место такой высокотехнологичный нерентгенологический метод, как магнитно-резонансная томография. Немного поговорим о рентгенографических исследованиях. Мы используем как классические рентгенографические исследования, обзорные рентгенограммы области слюных желез, так и прицельные рентгенограммы. В первую очередь используются прицельные рентгенограммы дна полости рта. Кроме того, среди спектра рентгенологических исследований используются ортопантомограммы. При ретроградной контрастной сиалографии введение контрастного препарата в протоки слюных желез не позволяет визуализировать паренхему у самих слюных желез и оценить опухоли, но мы можем визуализировать наличие задержки или отсутствие эвакуации контрастного препарата, как в данном случае представлено на данном слайде. При динамической сиалосцентографии мы можем оценить концентрационную способность и реакцию на вкусовой раздражитель. На данном слайде представлено отсутствие наличия концентрационной способности и реакции на вкусовой раздражитель. При сиалосонографии, конечно же, очень большим плюсом является отсутствие лучевой нагрузки. Кроме того, исследование выполняется в режиме реального времени, оптимально для оценки поверхностных структур и для оценки состояния сосудов. Но, к сожалению, данное исследование является субъективным и его сложно проконсультировать у других специалистов. Для компьютерной томографии, в первую очередь, мультиспиральная компьютерная томография, характерна быстрота исследований, возможность обследования пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, возможность одномоментного проведения исследования других областей, если это необходимо, возможность оценки костных структур, возможность выполнения компьютерной томографической ангиографии, построения различных вариантов реформации и возможность проведения пункций под контролем компьютерной томографии. Но, конечно, хотелось бы оговориться, что при компьютерной томографии существует достаточно высокая лучевая нагрузка. Отдельно хотелось бы выделить, при компьютерном томографическом исследовании мы можем выполнять компьютерную томографическую сиолографию и оценить при введении контрастного препарата сами протоки. Все больше и больше мы начинаем использовать такой высокотехнологичный метод, как магнитно-резонансная томография, при котором отсутствует лучевая нагрузка, возможно выполнение многоплоскостных изображений, но у магнитно-резонансной томографии есть и существенные минусы – это длительность самого исследования и невозможность проведения исследования у пациентов с наличием металлических имплантов в организме. Например, это могут быть искусственные водители ритма, металлические импланты различных вариантов. При подготовке к данному докладу мы проанализировали отечественную литературу по заболеваниям слюных желез. И, конечно же, среди всех изданий выделили наиболее часто встречающийся автор – это уважаемый наш, как иногда говорят, слюнолог Афанасьев. И в одном из последних изданий была приведена такая классификация заболеваний и повреждений слюных желез, которая включает в себя поруки развития, повреждения слюных желез, сиалоденозы, сиалодениты, слюнокаменная болезнь выделяется в отдельную группу, кисты слюных желез и опухоли. По данным разных авторов, среди заболеваний слюных желез наиболее часто встречается слюнокаменная болезнь и воспалительные заболевания слюных желез. В международной классификации болезни 10-го пересмотра болезни слюных желез относятся к классу К11. Но позволю себе заметить, что среди перечисленных заболеваний очень многие являются не как такими заболеваниями, а все-таки симптомами или синдромами. В англоязычной литературе одно из последних изданий также включает практически такой же перечень по классификации заболеваний слюных желез. Единственное, что выделяется отдельно изменение в слюных железах при системных заболеваниях. С учетом того, что данный доклад представляется на онкологическом конгрессе, я позволила себе такую больность немножко остановиться в большей степени на опухолях слюных желез. Опухоли слюных желез занимают до 10% всех опухолей головы и шеи и до 6% среди всех опухолей человека. Наибольшая часть опухолей слюных желез является доброкачественными до 85%. По локализации опухолей слюных желез они чаще располагаются в околоушных слюных железах. И частота доброкачественных опухолей всегда прямо пропорциональна размеру железы. Об этом говорил предыдущий докладчик. Но позволю себе еще раз это отметить, что околоушные железы чаще содержат в себе доброкачественные опухоли. Соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей в поднижнечелюстных железах 50 на 50%, а большая часть опухолей подъязычных и малых слюных желез являются злокачественными. В международной гистологической классификации опухолей слюных желез среди доброкачественных опухолей наиболее часто встречаются плеаморфные аденомы. А среди злокачественных опухолей преобладают мукоэпидермоидные карциномы. По данным нашего университета, конечно же, все зависит от выборки. Но вот чаще нам встретились плеаморфные аденомы. Они встречаются в нашей выборке до практически 50% случаев. А злокачественные опухоли встречаются где-то около 15% случаев. Ну и позвольте продемонстрировать клиническими случаями. Среди плеаморфных аденомы – это наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль слюных желез. Она составляет до 77% опухолей околоушных слюных желез. Чаще встречается у женщин среднего возраста характерно медленным бессимптомным ростом и местными рецидиями практически в половине случаев. Сейчас, как я уже говорила, все чаще и чаще мы стараемся использовать магнитно-резонансную томографию. И чем же нам может помочь МРТ в диагностике плеаморфных аденом? При магнитно-резонансной томографии мы можем выполнять как корональные срезы, сагитальные, так и аксиальные. В том числе используют программы с жироподавлением и программы субтракции. Данная методика нам необходима тогда, когда мы выполняем исследование после выполнения биопсии. Бывают такие случаи. Ну и кроме того, всегда уже сейчас на стандарт вошло. Мы используем импульсные последовательности, диффузионно-взвешенные импульсные последовательности, в том числе с построением карты с мерями коэффициента диффузии. Клиническое наблюдение пациентка 54-х лет обратилась к доктору-отолерингологу с жалобой на нарушение глотания. При визуальном осмотре никаких припухлостей в околоушной области не определяется, но при внутриротовом осмотре отмечается деформация боковой стенки глотки и было принято решение мультидисциплинарной командой о выполнении магнитно-резонансной томографии. При магнитно-резонансной томографии мы визуализируем достаточно больших размеров образования, исходящие из глоточного отростка правой околушной слюной железы, имеющие неоднородный сигнал, преимущественно гиперинтенсивный на Т2-возвешенном изображении, и с накоплением контрастного препарата при промагнитного контрастного препарата с внутривенным его введением. Гистологический диагноз бляморф на аденома с мультицентрическим ростом и при контрольном исследовании всегда стараемся выполнять исследование такое же, какое было выполнено до оперативно. В данном случае было복л бы магнитно-резонансной томографией, поэтому контрольное магнитно-резонансное томографическое исследование выполнялось после операции. В зоне послеоперационных изменений данных за рецидив не обнаружено, пациентка наблюдается. Аденолимфома – это вторая по частоте доброкачественная опухоль слюнных желез. Состоит из эпителиальных железоподобных структур со скоплением лимфоидной ткани и чаще всего располагается в толще околоушной слюной железы. Характерной особенностью для нее является двусторонняя локализация, медленный бессимптомный рост, чаще встречается у мужчин зрелого и пожилого возраста и отмечается в литературе ассоциация с курением и облучением. В клиническом наблюдении пациент 70 лет при магнитно-резонансной томографии мы видим мультифокальные образования, расположенные в толще обеих слюнных желез, которые имеют множественные перегородки и вегетации внутри структуры. Выполнено оперативное вмешательство, гистологический диагноз аденолимфома. Говоря о злокачественных образованиях слюнных желез, мы всегда опираемся на клинические рекомендации Ассоциации онкологов России, которые вышли в 2018-2019 годах. Злокачественное образование слюнных желез занимает до 5% всех злокачественных опухолей и до 3% всех опухолей головы и шеи. Мукоэпидермоидная карцинома является наиболее частой первичной злокачественной опухолей слюнных желез, составляет до 5% всех опухолей слюнных желез, встречается чаще у женщин, в основном в околоушных слюнных железах. Часто содержит кистозный компонент, сопровождается изязлением, нагноением, образованием свящей с выделением гноевидного содержимого. И позвольте продемонстрировать это клиническим наблюдением. Молодая пациентка обратилась с диагнозом слюной свящ. Было принято решение о выполнении дооперационной магнитно-резонансной томографии, при которой выявлено кистоподобное образование, поверхностно расположенное в толще околоушной слюной железы. Но, к сожалению, при гистологическом исследовании диагноз был поставлен мукоэпидермоидной карциномы. Аденокистозная карцинома – это вторая по частоте первичная злокачественная опухоль слюных желез. Первая по частоте злокачественная опухоль малых слюных желез чаще встречается у женщин, у детей встречается очень редко, с классическими симптомами пациенты обращаются. Клиническое наблюдение. Пациентка 60 лет. При обращении в наш университет, раньше мы выполняли компьютерную томографию первым этапом, сейчас уже чаще выполняем магнитно-резонансную томографию. Данной пациентке было выполнено первично компьютерное томографическое исследование. И в структуре левой околоушной слюной железы определяется неоднородность структуры образования, даже с наличием подозрения на некрозы, неравномерно накапливающие промагнитно-контрастный препарат. И с учетом вот этой неоднородности было принято решение о выполнении магнитно-резонансной томографии, при которой отчетливо дифференцировать контуры опухоли не представляется возможным. Имеется как солидный компонент с нечетким таким распространением инвазии в прилежащую структуру околоушной слюной железы. И после оперативного вмешательства гистологический диагноз аденокистозная карцинома. Отдельной главой стоят лимфомы слюных желез. Первичная лимфома слюных желез – это редкая патология. Они занимают где-то около 3% всех наоплазий слюных желез. 70% лимфом располагается в околоушных слюных железах. И чуть меньшее количество поднижнечелюстных и значительно реже в подъязычных. В большинстве случаев первичные лимфомы околоушных слюных желез представлены B-клеточным фенотипом. Это диффузная B-клеточная лимфома, фолликулярная и майн-лимфома. Позвольте продемонстрировать клиническими наблюдениями. У данного пациента первично выполнено магнитно-резонансное томографическое исследование. При визуализации мы отмечаем множественные мультифокальные кистоподобные образования, располагающиеся в структуре как самой слюной железы, так и в структуре глоточного отростка. Они имеют разные размеры, но с четкими ровными контурами. При комплексном иммуногистохимическом исследовании в инфильтрате преобладают B-клетки, характерные для экстронадальной лимфомы маргинальной зоны мальтипа. Еще один пример. Данному пациенту выполнена магнитно-резонансная томография, дополнена диффузионно-звешенными изображениями, при котором определяются признаки истинной рестрикции диффузии, характерной для лимфоидной ткани. При комплексном иммуногистохимическом исследовании подтвердился диагноз надулярной лимфомы Ходжкина с лимфоидным преобладанием. Для доброкачественных кистозных образований характерна четкость контура, однородность структуры, расположение в структуре самой слюной железы. На данном слайде представлен пациент с кистой уколушной слюной железы с распространением кистозного компонента на глоточный отросток. Для неопухолевых образований слюных желез мы сейчас тоже уже выполняем магнитно-резонансную томографию. И, например, при сиаладенитах, при магнитно-резонансной томографии характерно увеличение в размерах слюных желез, наличие мелких множественных кистоподобных структур, расширение протоков, а также с признаками отека. На данном слайде представлена пациентка с признаками отека правой подъязычной слюной железы, а также мы можем наблюдать увеличение объема данной железы и расширение стенонного протока и наличие конкрементов в просвете расширенного протока. При слюнокаменной болезни чаще используем компьютерную томографию. При компьютерной томографии лучше видны рентгеноконтрастные конкременты. Размеры конкрементов могут быть как мелкие, 1-2 мм, так и наиболее крупные. В данном случае пациенту выполнялось как магнитно-резонансное томографическое исследование, так и компьютерная томография. При компьютерной томографии два снимочка расположены внизу, визуализируются рентгеноконтрастные конкременты в структуре расширенного стенонного протока левой околоушной слюной железы. При магнитно-резонансной томографии расположены слайд снимки сверху. В просвете расширенного протока визуализируется зонное выпадение сигнала, характерное для достаточно крупного конкремента. при магнитно-резонансной томографии также возможно выявление различных вариантов аномалий развития слюных желез. Это могут быть такие варианты, как добавочные дольки, чаще всего расположенные на поверхности жевательных мышц, кистозные расширения протоков, добавочные протоки. На последнем слайде хотелось бы поделиться такими достаточно сложными для диагностики исследованиями, как исследование магнитно-резонансной томографии у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита человека. У таких пациентов в структуре околоушных слюных желез визуализируются множественные субтотальные или тотально расположенные кистоподобные образования. Они могут быть сливного типа, могут располагаться по всей слюной железе. При введении промагнитного контрастного препарата накопление его не происходит. На этом я позволю себе закончить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok